Иов, глава 31. Завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять мне о девице. Какая же участь мне от Бога свыше? И какое наследие от Вседержителя с небес? Не для несчастивого ли гибель, и не для делающего ли зло напасть? Не видел он путей моих, и не считал ли всех моих шагов? Если я ходил в суете, если нога моя спешила на лукавство, пусть взвесит меня на весах правды, и Бог узнает мою непорочность. Если стопы мои уклонялись от пути, и сердце мое следовало за глазами моими, если что-либо нечистое пристало к рукам моим, то пусть я сею, а другой ест, и пусть отрасли мои искоренены будут. Если сердце мое прельщалось женщиной, и я строил кову у дверей моего ближнего, пусть моя жена мелит на другого, и пусть другие издеваются над нею, потому что это преступление, это беззаконие, подлежащее суду, это огонь, поедающий до истребления, который искоренил бы все добро мое. Если я пренебрегал правами слуги и служанки моей, когда они имели спор со мною, то что стал бы я делать, когда бы Бог восстал? И когда бы Он взглянул на меня, что мог бы я отвечать Ему? Не Он ли, который создал меня во чреве, создал и Его, и равнообразовал нас в утробе? Отказывал ли я нуждающемуся в их просьбе, и томил ли глаза вдовы? Один ли я съедал кусок мой, и не ел ли от него и сирота? Ибо с детства Он рос со мной, как с отцом, и от чрева матери моей я руководил вдову. Если я видел кого погибавшим без одежды и бедного без покрова, не благословляли ли меня чресло Его, и не был ли он согрес шерстью овец моих? Если я поднимал руку мою на сироту, когда видел помощь себе у ворот, то пусть плечо мое отпадет от спины, и рука моя пусть отломится от локтя. Ибо страшно для меня наказание от Бога. Перед величием Его не устоял бы я. Полагал ли я в золоте опору мою, и говорил сокровищу, ты надежда моя? Радовался ли я, что богатство мое было великое, и что рука моя приобрела много? Смотря на солнце, как оно сияет, и на луну, как она величищести нашествует, прерстился ли я в тайне сердца моего, и целовали ли уста мои руку мою? Это также было бы преступление, подлежащее суду, потому что я отрекся бы тогда от Бога Всевышнего. Радовался ли я погибели врага моего, и торжествовал ли, когда несчастье постигло его? Не позволял я устам моим грешить проклятием души его. Не говорили люди шатра моего, о, если бы мы от мяс его не насытились. Странник не ночевал на улице, двери мои я отворял прохожему. Если бы я скрывал проступки мои, как человек, утаивая в груди мои пороки мои, то я боялся у большого общества. И презрение одноплеменников страшило бы меня, и я молчал бы и не выходил бы за двери. О, если бы кто выслушал меня! Вот мое желание, чтобы Вседержитель отвечал мне, и чтобы защитник мой составил запись. Я носил бы ее на плечах моих, и возлагал бы ее, как венец. Объявил бы ему число шагов моих, сблизился бы с ним, как с князем. Если бы пияла на меня земля моя, и жаловались на меня борозды ее, если я ел плоды ее бесплаты, и отягощал жизнь земледельцев, то пусть вместо пшеницы вырастет волчез, и вместо ячменя куколь. Слова его кончились. Иова, глава 32. Когда те три мужа перестали отвечать Иову, потому что он был прав в глазах своих, тогда воспылал гнев Еливая, сына Варахиилова, Бузитянина, из племени Рамова. Воспылал гнев его на Иова за то, что он оправдывал себя больше, нежели Бога. А на трех друзей Иова воспылал гнев его за то, что они не знали, не нашли, что отвечать, а между тем обвиняли Иова. И Иову ждал, пока Иову говорил, потому что они летами были старше его. Когда же Иову увидел, что нет ответа в устах тех трех мужей, тогда воспылал гнев его. И отвечал И Иову, сын Варахиилов, Бузитянин, и сказал, «Я молод летами, а вы старцы, поэтому я рабел и боялся объявлять вам мое мнение. Я говорил сам себе, пусть говорят дни, и многолетие получает мудрости. Но дух в человеке и дыхание вседержителя дает ему разумение. Ни многолетние только мудры, и ни старики разумеют правду. Поэтому я говорю, выслушайте меня, объявлю вам мое мнение и я. Вот, я ожидал слов ваших, вслушивался в суждения ваши, доколе вы придумывали, что сказать. Я пристально смотрел на вас, и вот никто из вас не обличает Иову и не отвечает на слова его. Не скажите, мы нашли мудрость, Бог опровергнет его. Бог, а не человек. Если бы он обращал слова свои ко мне, то я не вашими речами отвечал бы ему. Испугались, не отвечают боли, перестали говорить. И как я ждал, а они не говорят, остановились и не отвечают боли. То и я отвечу с моей стороны, объявлю мое мнение и я. Ибо я полон речами, и дух во мне теснит меня. Вот, утроба моя, как вино неоткрытое. Она готова прорваться, подобно новым мехам. Поговорю, и будет легче мне. Открой и уста мои, и отвечу. На лицо человека смотреть не буду. И никакому человеку льстить не стану. Потому что я не умею льстить. Сейчас убей меня, творец мой. Иов, глава 33. Итак, слушай, Иов, речи мои, внимай всем словам моим. Вот, я открываю уста мои, язык мой говорит в гортани моей. Слова мои от искренности моего сердца. И уста мои произнесут знание чистое. Дух Божий создал меня. И дыхание Вседержителя дало мне жизнь. Если можешь, отвечай мне и стань передо мною. Вот, я по желанию твоему, вместо Бога. Я образован также из брения. Поэтому страх передо мною не может смутить тебя. И рука моя не будет тяжела для тебя. Ты говорил в уши мои, и я слышал из двух слов. Чист я, без порока, невинен я. И вот во мне нет во мне неправды. А он нашел обвинение против меня и считает меня своим противником. Поставил ноги мои в колоду, наблюдает за всеми путями моими. Вот в этом ты не прав. Отвечаю тебе. Потому что Бог выше человека. Для чего тебе состязаться с Ним? Он не дает отчета ни в каких делах своих. Бог говорит человеку однажды, если того не заметит, в другой раз. Во сне, в ночном бедении, когда сон находит на людей, во время дремоты на ложе. Тогда он открывает у человека ухо и запечатлевает свое наставление. Чтобы отвести человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость. Чтобы отвести душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом. Если ли он вразумляется болезнью на ложе своем и жестокой болью во всех костях своих. И жизнь его отвращается от хлеба и душа его от любимой пищи. Плоть на нем пропадает, так что ее не видно. И показываются кости его, которых не было видно. И душа его приближается к могиле и жизнь его к смерти. Если есть у него ангел-наставник один из тысячи, чтобы показать человеку прямой путь его. Богу милосердится над ним и скажет, освободи его от могилы. Я нашел умилостивление. Тогда тело его сделается свежее, нежели в молодости. Он возвратится к дням юности своей. Будет молиться Богу. И он милостив к нему. С радостью взирает на лицо его и возвращает человеку праведность его. Он будет смотреть на людей и говорить. Грешил я и превращал правду и невоздано мне. Он освободил душу мою от могилы. И жизнь моя видит свет. Вот, все это делает Бог два или три раза с человеком, чтобы отвести душу его от могилы и просветить его светом живых. Внимай, Иов. Слушай меня. Молчи. И я буду говорить. Если имеешь что сказать, отвечай. Говори. Потому что я желал бы твоего оправдания. Если же нет, то слушай меня. Молчи. И я научу тебя мудрости. Иов. Глава 34. И продолжал Ильюй. И сказал. Выслушайте мудрее речь мою. И преклоните ко мне ухо рассудительное. Ибо ухо разбирает слова, как гортань различает вкус в пище. Установим между собой рассуждение. И распознаем, что хорошо. Вот. Иов сказал. Я прав. Но Бог лишил меня суда. Должен я вгать. На правду мою. Моя рана неисцелима. Без вины. Если такой человек, как Иов, который пьет глумление, как воду, вступает в сообщество, сделающее им беззаконие, и ходит с людьми нечестивыми, потому что он сказал. Нет пользы для человека в благоугождении Богу. Итак, послушайте меня, мужи мудрые. Не может быть у Бога неправды или у вседержителя неправосудия. Ибо он по делам человека поступает с ним, и по путям мужа воздает ему. Истина. Бог не делает неправды, и вседержитель не извращает суда. Кто, кроме его, промышляет о земле? И кто управляет всей вселенной? Если бы он обратил сердце свое к себе и взял к себе дух и дыхание ее, вдруг погибла бы всякая плоть, и человек возвратился бы в прах. Итак, если ты имеешь разум, то слушай это и внимай словам моим. Ненавидящий правду может ли владычествовать? И можешь ли ты обвинить всеправедного? Можно ли сказать царю, ты нечестивец, и князьям вы беззаконники? Но он не смотрит и на лица князей, и не предпочитает богатого бедному. Потому что все они дело рук его. Внезапно они умирают, среди ночи народ возмутится, и они исчезают. И сильных изгоняют несилою. Ибо очи его над путями человека, и он видит все шаги его. Нет тьмы, не тени смертной, где могли бы укрыться делающие беззаконие. Потому что он уже не требует от человека, чтобы шел на суд с Богом. Он сокрушает сильных без исследования и поставляет других на их места. Потому что он делает известными дела их, и не излагает их ночью, и они истребляются. Он поражает их, как беззаконных людей перед глазами других. За то, что они отвратились от него, и не уразумели всех путей его. Так что дошел до него вопль бедных, и он услышал стена неугнетенных. Дарует ли он тишину, кто может возмутить? Скрывает ли он лицо свое, кто может увидеть его? Будет ли это для народа или для одного человека, чтобы не царствовал лицемер к собладу народа? К Богу должно говорить. Я потерпел, больше не буду грешить. Отчего я не знаю, ты научи меня. Если я сделал беззаконие, больше не буду. По твоему ли рассуждению он должен воздавать? И как ты отвергаешь, то тебе следует избрать, а не мне. Говори, что знаешь. Люди разумные скажут мне, и муж мудрый, слушающий меня. Иов неумно говорит, и слова его не со смыслом. Я желал бы, чтобы Иов вполне был испытан по ответам его свойственным людям нечестивым. Иначе он ко греху своему прибавит отступление, будет рукоплескать между нами, и еще больше наговорит против Бога. Иов, глава 35. И продолжал Иллиу и сказал, считаешь ли ты справедливым, что сказал я правее Бога? Ты сказал, что польза мне, и какую прибыль я имел бы перед тем, как если бы я и грешил? Я отвечу тебе и твоим друзьям с тобою. Взгляни на небо и смотри. Возри на облака, а не выше тебя. Если ты грешишь, что делаешь ты ему? Если преступления твои умножаются, что причиняешь ты ему? Если ты праведен, что даешь ему? Или что получает он от руки твоей? Нечестие твое относится к человеку, как ты, и праведность твоя к сыну человеческому. От множества притеснителей стонут притесняемые, от руки сильных вопиют. Но никто не говорит, где Бог, Творец мой, который дает песни в ночи, который научает нас более, нежели скотов земных, и выразумляет нас более, нежели птиц небесных. Там они вопиют, и Он не отвечает им по причине гордости злых людей. Но не правда, что Бог не слышит, и Вседержитель не взирает на что? Хотя ты сказал, что ты не видишь Его, но суд пред Ним, и жди Его. Но ныне, потому что гнев Его не посетил Его, и Он не познал Его по всей строгости, Иов и открыл легкомысленно уста своей безрассудно расточает слова. Иов, глава 36. И продолжал и ливый, и сказал, Подожди меня немного, и я покажу тебе, что я имею еще сказать, что за Бога. Начну мое рассуждение издалека, и воздам Создателю моему справедливость, потому что слова мои точно не ложь, перед тобой и совершенные в познаниях. Вот, Бог могуществен и не презирает сильного крепостью сердца. Он не поддерживает нечестивых и воздает должное угнетенным. Он не отвращает отчесть своих от праведников, но с царями навсегда посаждает их на престоле, и они возвышаются. Если же они окованы цепями и содержатся в узах бедствия, то Он указывает им на дела их и на беззаконие их, потому что умножились, и открывает их ухо для вразумления и говорит им, чтобы они отстали от нечестия. Если послушает и будут служить Ему, то проведут дни свои в благополучии и лета свои в радости. Если же не послушают, то погибнут от стрелы и умрут в неразумии. Но лицемеры питают в сердце гнев и не взывают к нему, когда Он заключает их вузы. Поэтому душа их умирает в молодости и жизнь их с блудниками. Он спасает бедного от беды его, и в угнетение открывает ухо его. И тебя вывел бы Он из тесноты на простор, где нет стеснения. И поставляемое на стол твое было бы наполнено туком. Но ты преисполнен суждениями нечестивых. Суждения и осуждения близки. Да не поразит тебя гнев Божий наказанием. Большой выкуп не спасет тебя. Даст ли он какую цену твоему богатству? Нет. Ни золоту и никакому сокровищу. Не желай той ночи, когда народы истребляются на своем месте. Берегись, не склоняйся к нечестию, которой ты предпочел страданию. Бог высок могуществом своим. И кто такой, как Он наставник? Кто укажет Ему путь Его? Кто может сказать, ты поступаешь несправедливо? Помни о том, чтобы превозносить дела Его, которые люди видят. Все люди могут видеть их. Человек может усматривать их издали. Вот. Бог велик. И мы не можем познать Его. Число лет Его неисследимо. Он собирает капли воды. Они во множестве изливаются дождем. Из облаков каплют и изливаются обильно на людей. Кто может также постигнуть протяжение облаков? Иов, треск шатра Его. Вот Он распространяет над Ним свет свой и покрывает дно моря. Оттуда Он судит народы, дает пищу в изобилии. Он сокрывает в дланях своих молнию и повелевает ей, кого разить. Треск ее дает знать о ней. Скот также чувствует происходящее. Иов, глава тридцать седьмая. Дела великие для нас непостижимые. Ибо снегу, Он говорит, будь на земле, равна мелкий дождь и большой дождь в Его власти. Он полагает печать на руку каждого человека, чтобы все люди знали дело Его. Тогда зверь уходит в убежище и остается в своих лаговищах. От юга приходит буря и от севера стужа. От дуновения Божия происходит лед, и поверхность воды сжимается. Также влагой Он наполняет тучи, и облака сыплют свет Его. И они направляются по намерениям Его, чтобы исполнить то, что Он повелит им на лице обитаемой земли. Он повелевает им идти или для наказания, или в благоволение, или для помилования. Внимай, Симуио, стой и разумей чудные дела Божии. Знаешь ли, как Бог располагает ими и повелевает свету блистать из облака Своего? Разумеешь ли равновесие облаков чудное дело совершеннейшего в знании? Как нагревается твоя одежда, когда Он успокаивает землю от юга? Ты ли с Ним распростер небеса, твердый, как литое зеркало? Научи нас, что сказать Ему. Мы в этой тьме ничего не можем сообразить. Будет ли возвещено Ему, что я говорю? Сказал ли кто, что сказано и доносится Ему? Теперь не видно яркого света в облаках, но пронесется ветер и расчистит их. Светлая погода приходит от севера, и окрест Бога страшное великолепие. Вседержитель. Мы не постигаем Его. Он велик силой, судом и полнотой правосудия. Он никого не угнетает. Посему, да благоговеют пред Ним люди, и да трепещут пред Ним все мудрые сердцем. Иов, глава 38. Когда Иллиуй перестал говорить, Господь отвечал Иову из бури и сказал, «Кто сей омрачающее провидение словами бессмысла, припояшь ныне чресла твои как муж? Я буду спрашивать тебя, и ты объясняй мне. Где был ты, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь. Кто положил меру ей, если знаешь? Или кто протягивал по ней вервь? На чем утверждено основание ее? Или кто положил краеугольный камень ее? При общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божьи восклицали от радости? Кто затворил море воротами, когда оно исторглось, вышло как бы из шрева? Когда я облака сделал одежду его и мглу пеленами его? И утвердил ему мое определение, и поставил запоры и ворота, и сказал, «Доселе дойдешь и не перейдешь, и здесь предел надменным волнам твоим». Добавил ли ты, когда в жизни своей приказание утру, и указывал ли заре место ее, чтобы она охватила края земли и стряхнулась в нее нечестивых, чтобы земля изменилась, как глина под печатью, и стала, как разноцветная одежда, и чтобы отнялся у нечестивых свет их, и дерзкая рука их сокрушилась? Не сходил ли ты во глубину моря, и входил ли в исследование бездны? Отворялись ли для тебя врата смерти, и видел ли ты врата тени смертной? Обозрел ли ты широту земли? Объясни, если знаешь все это. Где путь к жилищу света, и где место тьмы? Ты, конечно, доходил до границы ее, и знаешь стези к дому ее. Ты знаешь это, потому что ты был уже тогда рожден, и число дней твоих очень велико. Входил ли ты в хранилище снега, и видел ли сокровищницы града, которые берегу я на время смутное, на день битвы и войны? По какому пути разливается свет, и разносится восточный ветер по земле? Кто проводит протоки для излияния воды, и путь для громоносной молнии? Чтобы шел дождь на землю бесплодную, на пустыню, где нет человека? Чтобы насыщать пустыню и степь, и возбуждать травные зародыши к возрастанию? Есть ли у дождя отец, или кто рождает капли росы? Из чьего чрева выходит лед, и иней небесный, кто рождает его? Воды, как камень, крепнут, и поверхность бездны замерзает. Можешь ли ты связать узел хима и разрешить узы кисиль? Можешь ли выводить созвездие в свое время и вести аз с ее детьми? Знаешь ли ты уставы неба, можешь ли установить господство его на земле? Можешь ли возвысить голос твой к облакам, чтобы вода в обилии покрыла тебя? Можешь ли посылать молнии, и пойдут ли они и скажут тебе, вот мы? Кто вложил мудрость в сердце, или кто дал смысл разуму? Кто может расчистить облака своей мудрости и удержать сосуды неба, когда пыль обращается в грязь и глыбы слепаются? Ты ли ловишь добычу львицы и насыщаешь молодых львов, когда они лежат в берлогах или покоятся под тенью в засаде? Кто приготовляет ворону корм его, когда птенцы его кричат к Богу, бродя без пищи? Иов, глава 39. Знаешь ли ты время, когда рождают дикие козы на скалах и замечали роды ланей? Можешь ли расчистить месяцы беременности их? И знаешь ли время родов их? Они изгибаются, рождая детей своих, выбрасывая свои ноши. Дети их приходят в силу, растут на поле, уходят и не возвращаются к ним. Кто пустил дикого осла на свободу и кто разрешил узо-анагру, которому степь я назначил домом и солончаки-жилищем? Кто посмевается городскому многолюдству он и не слышит криков погонщика? По горам ищет себе пищи и гоняется за всякою зеленью. Захочет ли единорог служить тебе и перенощует ли у ясли твоих? Можешь ли веревку и привязать единорога к борозде? И станет ли он бронить за тобой поле? Понадеешься ли на него, потому что у него сила велика? И предоставишь ли ему работу твою? Поверишь ли ему, что он семена твои возвратит и сложит на гумно твое? Ты ли дал красивые крылья павлину и перья и пух страусу? Он оставляет яйца свои на земле и на песке согревает их. И забывает, что нога может раздавить их, и полевой зверь может растоптать их. Он жесток к детям своим, как бы не своим, и не опасается, что труд его будет напрасен. Потому что Бог не дал ему мудрости и не уделил ему смысла. А когда поднимется на высоту, посмевается коню и всаднику его. Ты ли дал коню силу и облег шею его гривою? Можешь ли ты испугать его, как саранчу? Храпение ноздрей его ужас. Роет ногой землю и восхищается силою. Идет навстречу оружию. Он смеется над опасностью и не робеет, и не отворачивается от меча. Колчан звучит над ним. Сверкает копье и дротик. В порыве и ярости он глотает землю и не может стоять при звуке трубы. При трубном звуке он издает голос. Гу-гу! И издалека чует битву. Громкие голоса вождей и крик. Твоей ли мудростью летает ястреб и направляет крылья свои на полдень? По твоему ли слову возносится орел и устрояет на высоте гнездо свое? Он живет на скале и ночует на зубце утесов и на местах неприступных. Оттуда высматривает себе пищу. Глаза его смотрят далеко. Птенцы его пьют кровь. И где труп, там и он. И продолжал Господь и сказал Иову. Будет ли состязающийся со Вседержителем еще учить? Обличающий Бога пусть отвечает ему. И отвечал Иову Господу и сказал. Вот я ничтожен. Что буду я отвечать тебе? Руку мою полагаю на уста мои. Однажды я говорил. Теперь отвечать не буду. Даже дважды. Но более не буду. Иов. Глава сороковая. И отвечал Господь Иову из бури и сказал. Припаяшь, как муж, чресла твои. Я буду спрашивать тебя, ты объясняй мне. Ты хочешь не спровернуть суд мой? Обвинить меня, чтобы оправдать себя? Такая ли у тебя мышца, как у Бога? И можешь ли возгреметь голосом, как Он? Украй же себя величием и славой, облекись в блеск и великолепие. Извлей ярость гнева твоего. Посмотри на все гордое и смири его. Взгляни на всех высокомерных и унизь их. И сокруши нечестивых на местах их. Зарой всех их в землю. И лица их покрой тьмою. Тогда и я признаю, что десница твоя может спасать тебя. Вот бегемот, которого я создал, как и тебя. Он ест траву, как вол. Вот его сила в чреслах его. И крепость его в мускулах чрева его. Поворачивает хвостом своим, как кедром. Жилы же на бедрах его переплетены. Ноги у него, как медные трубы. Кости у него, как железные прутья. Это верх путей божиих. Только сотворивший его может приблизить к нему меч свой. Горы приносят ему пищу. И там все звери полевые играют. Он ложится под тенистыми деревьями, под кром тростника и в болотах. Тенистые дерева покрывают его своей тенью. Ивы при ручьях окружают его. Вот он пьет из реки и не торопится. Остается спокоен, хотя бы Иордан устремился к рту его. Возьмет ли кто его в глазах его и проколет ли ему нос багром? Можешь ли ты удой вытащить левиафана и веревкой схватить за язык его? Вденешь ли кольцо в ноздре его? Прокорешь ли иглою челюсть его? Будет ли он много умолять тебя? И будет ли говорить с тобой кротко? Сделает ли он договор с тобой и возьмешь ли его навсегда себе в рабы? Станешь ли забавляться им, как птичка, и свяжешь ли его для девочек твоих? Будут ли продавать его товарищи ловля? Разделят ли его между хананейскими купцами? Можешь ли пронзить кожу его копьем и головою рыбью острогою? Клади на него руку твою и помни о борьбе. Вперед не будешь. Ив. Глава сорок первая. Надежда тщетна. Не упадешь ли от одного взгляда его? Нет столь отважного, который осмелился потревожить его. Кто же может устоять перед моим лицом? Кто предварил меня, чтобы мне воздавать ему? Под всем небом все мое. И не умолчу о членах его, о силе и красивой соразмерности их. Кто может открыть верх одежды его? Кто подойдет к двойным челюстям его? Кто может отворить двери лица его? Круг зубов его ужас. Крепкие щиты его великолепия. Они скреплены как бы твердой печатью. Один к другому прикасается близко, так что и воздух не проходит между ними. Один к другим лежат плотно, сцепились и не раздвигаются. От его чихания показывается свет. Глаза у него, как ресницы зари. Из пасти его выходят пламенники, выскакивают огненные искры. Из надрея его выходит дым, как из кипящего горшка или котла. Дыхание его раскаляет угли, из пасти его выходит пламя. На шее его обитает сила, а перед ним бежит ужас. Мясистые части тела его, сплоченными же собой, твердо не дрогнут. Сердце его твердо, как камень, и жестко, как нижний жернов. Когда он поднимается, силачи в страхе совсем теряются от ужаса. Меч, коснувшийся его, не устоит. Ни копье, ни дротик, ни латы. Железо он считает за солому, медь за гнилое дерево. Дочь лука не обратит его в бегство. Прочные камни обращаются для него в плеву. Булава считается у него за соломинку. Свисту дротика он смеется. Под ним острые камни, и он на острых камнях лежит в грязи. Он кипятит пучину, как котел, и море притворяет в кипящую масть. Оставляет за собой светящуюся стезю. Бездна кажется сединою. Нет на земле подобного ему. Он сотворен бесстрашным. На все высокое смотрит смело. Он царь над всеми сынами гордости. Ио, глава 42. И отвечал Ио Господу и сказал. Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено. Кто сей помращающий провидение, ничего не разумея? Так я говорил о том, чего не разумел. О делах чудных для меня, которых я не знал. Выслушай. Взывал я. И буду говорить. И что буду спрашивать у тебя, объясни мне. Я слышал о тебе слухом уха. Теперь же мои глаза видят тебя. Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле. И было после того, как Господь сказал слова тебе Иоуу, сказал Господь Елефазу Фемонитянину. Горит мой гнев на тебя и на двух друзей твоих за то, что ты, вы не говорили о мне, не так верно, как раб мой Иоуф. Итак, возьмите себе семь тельцов и семь овнов и пойдите к рабу моему Иоуфу и принесите на себя жертву. И раб мой Иоуф помолится за вас, ибо только лицо его я приму, дабы не отвергнуть вас за то, что вы говорили о мне, не так верно, как раб мой Иоуф. И пошли Илефаз Фемонитянин и Вилдат Савхиянин и Сафар Намитянин и сделали так, как сказал, как Господь повелел им. И Господь принял лицо Иоуфа. И возвратил Господь потерю Иоуфа, когда он помолился за друзей своих. И дал Господь Иоуф вдвое больше того, что он имел прежде. Тогда пришли к нему все братья его и все сестры его и все прежние знакомые его. И ели с ним хлеб в доме его и тужили с ним, и утешали его за все зло, которое Господь навел на него. И дали ему каждый по кисите и по золотому кольцу. И благословил Бог последние дни и его боли, нежели прежние. У него было четырнадцать тысяч мелкого скота, шесть тысяч верблюдов, тысяча порвалов и тысяча ослиц. И было у него семь сыновей и три дочери. И нарек он имя первое Имима, имя второй Кассия и имя третий Керенгопух. И не было на всей земле таких прекрасных женщин, как дочери Иоуфа. И дал им отец их наследство между братьями их. После того Иоуф жил сто сорок лет и видел сыновей своих и сыновей сыновных до четвертого рода. И умер Иоуф в старости, насыщенной днями. В славянской Библии, в книге Иоуфа, имеется следующее добавление. Написано, что он опять восстанет с теми, коих воскресит Господь. О нем толкуется в Сирской книге, что жил он в земле Авсетидийской, на пределах Идумея и Аравии. Прежде же было имя ему Иоуфав. Взяв жену Аравитянку, родил сына, которому имя Эннон. Происходил он от отца Зарефа, сынов Исаовых. Сын матери же Восторы. Так что был он пятым от Авраама. И сие цари, царствовавшие в Едоме, каковой страной он обладал. Первый Валак, сын Виора, и имя города его Денана. После него Валак Иоанан, называемый Иовом. После сего Ассом и Емон на Фемонитской стране. После него Адат, сын Варада, поразивший Мадиама на поле Маава. И имя города его Гефем. Пришедшие же к нему друзья. Илифас, сын Сафана, от сынов Исаовых. Царь Феманский. Валдат. Сын Амона Гафарского. Санхейский правитель. Сафас. Манейский царь. О нем говорится в книге Сирской. Что жил в земле Анситидийской. Около берегов Вифрата. Прежде имя ему было Иовав. Отец же его был Зареф. От востока Солнца.